И доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что, я продолжаю покорять Project Evo, которая у нас открылась уже больше, чем месяц назад. Сегодня я вам расскажу о том, как же я все-таки боролся с ЛСами, расскажу вам о питомце, который брал за календарь. Также попробуем еще посинтезировать циркон, на который уже ушло очень много сил и времени. Ну и попробуем еще разочек потыкать ЛСы, но уже в оружие. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Погнали! Мир Линейдж 2 Эссенс ждут большие изменения. Высшие эльфы в деле! Новая раса готова покорить Эль Мараден и твое сердечко. Сразу два новых класса. Надежный танк, божественный храмовник и повелитель стихии, меняющий сферы сил природы, как перчатки. Дальше, больше, успей подготовиться. Играй в Линейдж 2 Эссенс на фо-гейме. Я думаю, что все-таки надо это сделать. Давно это все напрашивалось. Проучим защиту профессии. Можем сразу посмотреть, сколько нам это всего интересного насыпет. Интересует нас больше ПДФ. Было 2.866, а стало 3.100. Ну, довольно-таки неплохо. Дополнительный ПДФ это всегда хорошо. И давайте мощь профессии за 10 лямов выучим. Уж тоже потратимся. Гулять так гулять. И получим. Ну, сейчас триггер закончится, чтобы уж более все это прозрачно для вас было. Сколько будет получено. Так, 4.600 есть и получаем 4.900. Почти 300 магатаки. Ну, хотя тут, конечно, можно и самим все это дело высчитать. Здесь, по-моему, даже оно должно прям показываться. Да, 260 вроде, 260. Так, что тут и за каждый левел по 20. Так, что здесь можно относительно самим все это дело просчитать. Но я все-таки хотел закрыть это все дело, потому что Адену мне пока тратить особо не на что. Скиллы я проучивать пока не буду. Я жду, когда с календаря все это дело упадет. Магические таблички как-то ради вот этого скилла я чуть-чуть, я думаю, попозже все-таки закуплю, наверное. Когда Адена нафармится. И все-таки этот скилл проучу, потому что он тоже дает магатаку. Относительно даже вот 4-го левела, 5-й левел уже дает в 2 раза больше магатаки. А этот скилл будет апаться и дальше, еще больше накидывать магатаки. А под триггером, который с благословения природы вылетает, там уже хорошие цифры получаются. И хоть чуть-чуть ДПС вырастает. Календарь у нас потихоньку движется к логическому завершению. Ну, на самом деле он довольно вкусный. Здесь можно много чего поназабирать. Вот совсем скоро еще будем ЛС тыкать в оружие. Тут нам дали купон призыва обычной куклы Король Прочела. Забираем ее. Ну, и в принципе, замечательно. Не знаю, зачем он, правда, нужен был именно обычный, но дали и дали. На синтез у нас не хватает все так же. Ну, кстати, у меня это и дубль был еще и прочела. Ну, да ладно. Помимо этого, дали, конечно же, всем по 5 ЛСов. Я надеюсь, что вы ими обязательно пользовались. Это вещь нужная. И не надо, надеюсь, что вы этого не сделали, тыкать ЛСы в шмот. Потому что самое главное, это надо тыкать ЛСы именно в доспехе. Конкретно в какие, я сейчас покажу. Итак, мы подходим. У нас здесь торговец снаряжением. Вот такое вот есть. И у него здесь должны быть символы. Вот именно только в символы, вот он, кольчужный символ стоит 412 тысяч. Именно только в символы мы должны их и тыкать, эти ЛСы. Но, как бы, я бы не советовал покупать деревянный, там, символ эльфов. Берите сразу кольчужный и вот с ним и бегать. Его можно заточить на 4 или выше. Можете, в принципе, пробовать заточить его сначала там на 5 или на 6 с помощью просто цешных точек. И уже с большим дефом его, так сказать, апгрейдить ЛСами. Ну, я так делать не буду, потому что не особо верю в свою удачу. По 300 тысяч у нас здесь протык, можно сказать, этих самых ЛСов. Самое главное, что нас здесь интересует, это статы, естественно. Статы, статы, желательно какие-нибудь мудрости Инта. Это конкретно для нас. Если на продажу, можно будет что угодно вам выловить, попробовать продать. Также, я думаю, что будет очень хорошо продаваться символы или на себе носиться с Эмперигеном. Вещь тоже важная, нужная. Ну, и с количеством ХП. Так что, если поймаете большое количество ХП, думаю, этот символ вас могут отрывать с руками. Ну, или вы будете его сами носить. Ну, что, давайте попробуем. 5 Траев у нас с вами есть. Бонус восстановления МП, кстати, 1,5. Ну, мне это не так сильно интересует. Мне все-таки статы нужны больше. Физзащита, Макс, ХП. Понятно, тоже ничего особо так прям интересного нет. Бонус восстановления ЦП, Макс, ЦП и 2 ЛС-ки остается. Макс, защита, Макс, защита тоже мне она не нужна абсолютно. И бонус восстановления МП, кстати, 2,5 и 1000 ХП. Вот это уже лучше, это уже интереснее. Это мы для себя оставим. Единственное, что я его, наверное, подточу на плюс 4. Ну, просто потому что, почему бы нет, правильно? Сразу сделаем его четвертым, так как я с ним буду бегать очень длительное время. Всего лишь 200 тысяч дены мы на это все дело сейчас с вами отдадим. Быстренько также массово модификации его бабахнем и все нормально будет. До 4 у нас 100 часа без каких-либо проблем. Сломаться он не сможет, поэтому не переживайте. Как в Эссенсе, так и в Еве у нас до 4 точка гарантирована. Итак, мы получим немножко дефа и еще и косарь ХП сверху. Ну, Эмпериген мне не особо прям нужен, он мне не интересен, поэтому я по этому поводу прям не переживаю. Прямо этого, нам здесь еще дали камней. Ну, я не буду мелочь пока это стачивать. Мы его поточим чуть-чуть попозже. Всякие Нибулы, Плащи, Агатионы. Нам выдали 30 камней еще также. По-моему, с календаря или откуда-то это падало, я уж точно не знаю. Сейчас посмотрим, есть ли здесь у нас какой-нибудь, да, есть у нас Циркон. Циркон мы с вами заберем и эти все купоны обменяем на Циркон. Циркон у меня до сих пор 3-й левел, все никак на 4 он не заходит, поэтому буду пытаться что-то делать с ним. Давайте посмотрим, сколько у нас с 10 выйдет вторых. Как обычно, фейл это нормально, мы с этого всегда начинаем, это классика. Никуда без этого. А, нет, все, вот как раз-таки один зафейлен и все испортил. Пробуем с шансом 40% гнать на 3. Первый у нас фейл, второй у нас фейл, третий у нас заходит, ну и все. И остается только свой, который лежит как раз в брошке. Давайте пробовать их бахать, шанс 35%, надеюсь повезет. Не повезло, бывает и такое, но ничего страшного, попробовали. И ладно, оставляем в личном хранилище все, что нам тут особо не нужно. Да, можно также вот от этого пока избавиться, чтобы оно мне здесь место не занимало. Точки здесь падали, бэшные уже не помню, то ли с рандом крафта, то ли откуда-то с храма воды упала арморка ашная, которая тоже сейчас абсолютно не нужна и некуда ее девать, поэтому скидываем все и убираем. Что еще хотел я сказать? Я увидел, что у меня подкопилось довольно большое количество дуны. Кстати, еще и во всемирной торговле можно много чего забрать. Забрать именно монет, кристалл души с тренировки упал, дитунсы падают на ящерах только так, точка упала, по-моему, со вторжения с сундука, ну и дитунсы также. Также упала туника рока, но я, наверное, ее даже не буду продавать за монеты, я ее пойду просто спихну бокалейщику. На эссенсе она стоила бы подороже, если бы это был классический сервер, но здесь она стоит совсем мало. За 500 тысяч я ее отдам и все равно. И не думаю, что ее кто-то просто во всемирной торговле у нас заберет. Итак, что я хотел? У меня же есть теперь небольшое количество дуны, я давно хотел владения сферой стихии выучить. Нужна 31 маг табличка, я вам без проблем покупаю в магазине, прям 31 штуку, по-моему, у меня их больше нет, я их все в свое время потратил. И будем проучивать этот скилл, он не особо прям хороший, но все-таки дает какую-то прибавку в магатаки. Вот сразу же дал в 2 раза больше магатаки, еще и дальше мы его учим на 80-м, вот на 82-м. И в итоге довольно-таки неплохо, 850 магатаки мы получили чисто с пассивки. Так что учить стоит, но прям вот серьезно и сильно упарываться я бы однозначно в нее не стал. Итак, друзья, апнул я 84-й, хоть как вы видите, я апнул его довольно давно и ничего еще с этим не делал, потому что хотел поделиться с вами этим самым моментом. Из-за болезни, к сожалению, голос совсем не позволял этого сделать. Можем забирать здесь свитки, можем также телепортироваться к Орвину, он нас вроде просит, или не Орвин, кто-то там другой, короче, какой-то важный колдун. В общем, можем теперь квест брать у него и здесь можем уже убивать Рокшаса, получать за это все также дополнительный опыт и СП. Итак, также у меня тут понапродавались дитунцы, как видите, я прям стал, можно сказать, амбассадором этого свитка, потому что я их постоянно выбиваю, постоянно продаю, если честно, самому не хочется макаться, потому что я не особо в это верю. Но если вы вот понимаете, что удача на вашей стороне, макнуться обязательно можно, но я с этого лутаю монеты. По скиллам у нас здесь вроде как, а нет, учатся, учатся у нас атакующие скиллы дальше, это замечательно, я только хотел сказать, что нет, ничего не учатся, но учатся. Также учатся у нас здесь пассивки, это прям замечательно, куда же без них, их проучили и здорово. Книжку за календарь мы пока не получили, но в календаре там вроде нас что-то еще ждет. Да, я тут много чего не забирал, давайте заберем. Наверное, стоит сделать отступление сразу по поводу моего отношения, потому что вопросы будут. Набор, выбор питомца. Здесь у вас есть купон на выбранного питомца. Свитки на атаку питомца, защиту питомца и опыт питомца. В общем, все для того, чтобы качать этого самого купона, хотел сказать, питомца. Так что вот можно выбрать абсолютно любого, не выбивая его и не выходя из города. Я сразу скажу, что я хейтер питомца, я его не буду заводить. Я могу обменять на что-нибудь, но я не знаю, ну пусть это будет... Ой, ну пусть кукавара будет, ладно. Я ее просто обменяю, но качать ее я не буду и лично вам не советую, потому что по опыту из Essence, а Project Evo это тот же Essence, в принципе, питомец это просто вещь, которая будет бегать за вами, приносить минимальный профит, кушать огромное количество сосок, руды, корма. Ну, руды не кушает, корма будет кушать огромное количество и вы ее еще должны параллельно одевать. То есть вот можно сказать, у вас еще один твиночек, только от которого будет минимум пользы. Поэтому конкретно я не особо советовал бы вам это делать, потому что адена и так немного падает. И вы еще будете большую часть спускать на эту зверюху, пока вы ее выкачаете, пока вы еще купите потом на нее книжки нужные. И, в общем, вряд ли она начнет приносить вам пользу, скорее вы на нее просто забьете. Поэтому решать, конечно, вам, но это вот мое мнение и мое, так скажем, наставление. Коробка свободного телепорта у нас здесь также есть, свитки дают и три книжки. На самом деле вещь приятная, вещь хорошая, если вдруг вы когда-нибудь нашли где-нибудь отдаленный спотик, можете поставить там с помощью свободного телепорта. Вот так вот нажимаете добавить, тут прописываете любые циферки, сохраняете. И теперь вот, если захотите полететь с помощью свитка свободного телепорта, нажимаете сюда просто и прилетаете в ту точку, где вы эту точку установили. На самом деле вещь приятная, если вы, как я сказал, нашли какое-нибудь вот такое потайное местечко и никто не видел, где вы. Далее еще талик властителя четвертый, можно его попробовать жмыхнуть. Давайте, наверное, это и сделаем. Все талики предыдущие у меня сломались, поэтому тут я не особо надеюсь на 30%, но зря, кстати. Очень зря на них я не надеялся, потому что мы в них попадаем. Но давайте теперь хрустнем тем, который был на мне. Все-таки второй раз 30% попасть уже, ну, относительно нереально. Но это второй талик плюс пятый, это здорово на самом деле, я лично доволен. Доволен. Также давали нам вот эти купоны на карточки, их можно автопризывом все призвать. Я уже не помню, какие-то давали за праздники еще я их не забрал, какие-то давали с календаря я их тоже не позабирал. В общем, все это, я надеюсь, вы забрали и просинтезировали, потому что система шкафа кукол, она будет с вами на протяжении всей жизни вашего персонажа. И обязательно все это дело надо перекручивать и забирать. Так, ну, вроде с календарем мы закончили, стат еще дополнительный, мудрость у меня есть, поэтому мудрость особо больше смысла не вижу закидывать, пока не будет возможности сделать 50. Поэтому закидываем в инту, пусть будет хоть немножечко магатаки. Ну и из вкусного у нас, конечно же, агатион не була. Это просто шедеврально, восьмой агат на халяву, тут разница просто колоссальная, 6% шанса магрита. Еще и КДР у нас здесь целых 3%. Вот давайте сравним с шестой, сколько было, 146, и теперь с восьмой, 152. Ну не сильно много, ладно, но все равно приятно, потому что не була это такой агатион, он очень противный, мерзкий, точится он плохо, но вот сейчас, естественно, он заточился. Сразу же его пытаемся на 8 жмыхнуть, но он ломается, ничего страшного, главное нам дали на халяву его. И камень зачарования для оружия, я думаю, вы также уже потыкали ЛС, я вот еще не потыкал, поэтому давайте пробовать ловить. И сразу скажу, если вдруг вы новичок, в версию Эссенс не играли, смотрите это видео, если вы ПВЕ-шите, то для вас самая главная мощность всех умений. Это ваш основной параметр, чем больше вы сюда поймаете цифру, тем лучше для вас. Если же вы больше ПВП-шите, то силы кредит атаки всех умений, чем выше, тем лучше, это тоже для вас. Итак, ну что, поехали, 900 тысяч, конечно, дороговато, но да ладно, 1% мощности умений, ну ладно, я буду рисковать до Талова, мы не будем останавливаться на достигнутом, мы будем идти просто дальше. Ну ничего интересного нет, а еще и расход МП минус 5%, кстати, максималочка. Давайте теперь посмотрим, ради интереса, с каким же шансом, 0.06, а мощность всех умений сколько? 0.06, то есть вот вместо расхода МП 5%, я смог бы без проблем поймать 5% мощности умений. Классно, классно, ну конечно минус 5%. Ну и мощность всех умений 1%, урон от заряда души духа 1%. Ну, другого, в принципе, ничего нет, поэтому будем бегать с этим, можно сказать, хоть какой-то буст, но мы получили. Ну и, конечно же, я не мог пройти мимо, потому что у меня остались еще 30 купонов, которые были с набора за 1К, который уже давным-давно закончился, и вы понимаете, что я ж не отстану, поэтому мы с вами набираем цирконов, всего лишь 10 штук, но будем надеяться. Это единственный камень пока, который не зашел, берил не в счет, потому что берил сейчас слишком дорого за эти свитки брать. Поэтому пробуем, давайте, это уже третий заход, по-моему, для того, чтобы сделать камень на 4. Не знаю, повезет ли в этот раз, будем надеяться, что вот как раз-таки третий раз он будет самым везучим. Еще один камушек у нас остался на сдачу, печально. Когда же я нажму, и у меня с первого раза-то синтез будет, а вот когда это случится? Так, и у нас последний трай, и здесь даже зафейлили, у нас даже трая на 4 не было, я понимаю, я понимаю, спасибо большое, игра, я все понял. И вот такой вот получился ролик, я надеюсь, он вам понравился, вы не забыли поставить пальчикер, подписались на канал, если вы здесь впервые. В описании есть телеграм, где дополнительно проходят розыгрыши на промокоды по 800 льмонет, и также в описании есть ссылочки с бонусами для версии Main Legacy и Essence, если захотели поиграть. Регистрируйте новый аккаунт и получайте дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Также в описании есть ссылка для серверов Project Evo. А с вами был Душа Молодой, я желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам и самое главное, не болейте.